Губернатор Евгений Куйвышев в ходе рабочего визита в Нижний Тагил посетил реконструирующийся мост через реку Тагил, который связывает микрорайон Выя с центром города и является важнейшей транспортной артерией. Евгений Куйвышев отметил, что строительство моста является важным этапом развития инфраструктуры города, и областные власти сделают все возможное для ускорения реконструкции. Предусмотренные на этот год средства, как доложил министр транспорта и связи региона Александр Сидоренко, перечислены практически полностью. Также в ходе рабочей поездки в Северный управленческий округ губернатор оценил реализацию программы повышения качества жизни в Нижней Туре и Волчанске. Настоящим спортивным праздником для жителей Нижней Туры стало открытие нового стадиона. Совсем недавно завершились Олимпийские игры. У нас здесь на Урале спортивные праздники продолжаются. И сегодня во многих городах и районах выполняется программа по строительству плоскостных сооружений. И я верю, что на этом стадионе обязательно будут Олимпийские чемпионы. Город получил уникальный спортивный объект – современный городской стадион с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, секторами для толкания ядра, прыжков в длину, волейбольной и баскетбольной площадками. Глава региона поблагодарил проектировщиков, строителей и всех, кто принял участие в создании спортивного объекта за добросовестную работу. По словам олимпийской чемпионки Ольги Глацких, реконструкция старта остается проектом «Единой России». Это важно прежде всего для тех 150 мальчишек и девчонок, которые занимаются в Нижней Туре футболом и хоккеем. Выполнена пока только одна спортивная часть проекта. Еще предстоит построить бытовой корпус с раздевалкой, хозяйственными помещениями для хранения инвентаря, буфетом, а также установить трибуны на тысячу с лишним мест. Единороссы будут контролировать соблюдение сроков и качество выполнения работ. Вместе с министром строительства Свердловской области Сергеем Бедонько Евгений Куйвышев перелезал символическую красную ленточку и вручил ключи от стадиона юным футболистам Нижней Туры. Местные жители поблагодарили Евгения Куйвышева за усилия областных властей по улучшению жизни в городе. Строительство спортивных объектов, ремонт дорог, благоустройство. В Волчанске губернатор побывал в местном дворце культуры, который был построен по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина после того, как прежний сгорел. Сейчас ДК – гордость города. На трех этажах расположились десятки кружков и творческих мастерских для детей и взрослых. Кроме того, руководство муниципалитета ведет массу других работ по улучшению качества жизни населения. В настоящее время большое внимание в городском округе уделяется вопросам строительства дорог, улучшения жилищных условий, благоустройству и развитию сельского хозяйства. Все это делается при постоянной поддержке региональных властей. Результаты такого тесного взаимодействия налицо. Пример губернатора, который лично наблюдает за реализацией проекта в муниципалитетах региона, важно учитывать и тем, кто представляет власти на местах. Скоро выборы. И в Артемовском городском округе произойдут определенные изменения в составе муниципальной власти. И тем, кто ближайшие годы будет отвечать за развитие округа, нужно учесть, что именно личный контроль, желание видеть ту или иную ситуацию изнутри, позволяют решать важные задачи качественно и оперативно.